Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главное за 7 минут. Меня зовут Данил Михайлов и сейчас коротко о главном. Свободных мест нет. Израильские тюрьмы вынуждены освобождать заключенных досрочно. Толерантность в танце. Премьера показа Интами Си от польского дуэта в Еврейском музее и Центре толерантности. В ближайшие недели в Израиле амнистируют тысячу преступников. Причина – решение Верховного суда об увеличении жилплощади для заключенных до конца 2018 года, либо сокращении их числа. Поскольку бюджет на расширение тюрем изыскать не удалось, Кнессет принял закон об административном освобождении заключенных за 30 недель до окончания срока. Закон вступает в силу 20 декабря. И уже на будущих выходных на свободу выйдут 30 членов преступных группировок, 40 отбывающих наказания за преступления на половой почве, 130 арабов и другие. Всего для реализации решения богатца требуется создать порядка 6000 мест в тюрьмах или же столько же освободить. Утвержденную Кнессетом еще в начале 70-х 30-процентную надбавку к пособию для переживших Холокост, как выяснилось, получил только один человек. В Министерстве финансов сообщили, что надбавку назначает специальное ведомство по правам переживших Холокост в соответствии со степенью инвалидности, признанной впоследствии пережитых страданий. Из более чем 200 тысяч, претендующих на надбавку, многие о ней не слышали, некоторые получили отказ. Тем временем власти Германии согласились выплатить компенсации евреям, эвакуированным в годы войны из нацистского государства и потерявшим родителей. Речь идет о разовой выплате в 2500 евро. Ворота еврейского кладбища в городе Ченстахова на юге Польши осквернены антисемитскими надписями «Евреев песок» и «Циклон-Б», так назывался газ, которым уничтожали узников нацистских лагерей. Полиция ведет расследование, но пока никого не задержала, а власти выразили готовность бороться с такого рода явлениями. Прежде кладбище не раз становилось объектом атак антисемитов, но никаких мер не принималось. До Второй мировой войны треть населения Ченстахова составляли евреи. В 1937 году там случился страшный погром, а в 1941-м 40 тысяч местных жителей согнали в гетто, и большинство из них погибли в лагере Треблинга. Делегация из Израиля с рабочим визитом посетила Москву. В нее вошли представители партии Ликут, генеральный директор Кнессета и представители Евро-Азиатского еврейского конгресса. Главная тема визита – борьба с экстремизмом и терроризмом. Обо всем по порядку в сюжете Татьяна Ларцовой. В российской столице депутат Кнессета Давид Бетан впервые. Знакомство с Москвой исключительно из окна автомобиля. Плотный график не позволяет прогуляться по главным достопримечательностям столицы. Но сейчас это даже к лучшему, заключает депутат. На встречах с зампредом Комитета по иностранным делам Совета Федерации Андреем Климовым и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Николаем Гончаром израильские делегаты говорили по поводу растущей в мире угрозы исламистского экстремизма, обсуждались экономические вопросы, затронули тему пенсионных выплат россиянам в Израиле. В беседе с журналистами депутат Кнессета Давид Бетан высказался и о предстоящих выборах в парламент Израиля. Выборы в Кнессет пройдут чуть раньше, в мае. По нашим подсчетам Ликут получит более 30 мандатов. Народу нравится, что мы делаем. У Ликуда хорошие перспективы. Инициаторами приезда израильской делегации выступили сионистская молодежная организация «Шахар» и евроазиатский еврейский конгресс. В этом году ЕАЕК запустили проект «Общественная дипломатия». Цель этого проекта – донести о политике Израиля, о действиях Израиля. Чтобы они оставили у российских парламентариев, у российских лидеров мнений, ответственных лиц понимания, что Израиль – это друг России. Это страна-партнер, с которой можно вместе работать, можно сотрудничать. А с чем они уедут, я надеюсь, с хорошими впечатлениями о русской зиме. Диалог между странами продолжится. На днях с ответным визитом Израиль посетит российская делегация. Тема повестки – безопасность в стране и в мире. Сознательность – основа всех гуманных чувств. Премьера перформанса от польского дуэта в Еврейском музее и Центре толерантности. Что такое профессиональная импровизация и почему мурашки заставляют людей думать, расскажет Любовь Горчакова. Польский дуэт Дорма Мали и Дариус Навак впервые в России. Специально для Еврейского музея и Недели толерантности они привезли необыкновенный танец-перформанс, импровизацию «Инту мисси» внутри меня. Видишь? Идея постановки заключается в попытке раскрыть все варианты взаимоотношений. Даже между незнакомыми людьми могут возникать секундные близости, теплота и общее пространство. Мы стараемся вложить, наверное, в каждого человека чечку добра, и чтобы каждый, переступая в порог, в центре толерантности, помнил о том, что он в первую очередь человек. И человек с большой буквы, и встречает он таких же людей, таких же с большой буквы. И то доброту, то теплоту, которую можно совершенно легко взять вот так вот и отдать. Вот ради этого мы живем, работаем, ради этого мы провели этот проект. В этом показе, как на лекциях по политологии, танцоры разбирают и международные конфликты, и трагедии маленького человека. С первого взгляда кажется, будто номер отрепетирован сотню раз. Но на самом деле это импровизация. Благодаря тому, что я хожу к Ассе Белой уже целый год, я понимаю, что сегодня на сцене была практически абсолютная импровизация. И если бы я была, скажем, обычным зрителем или год назад, я бы подумала, ой, это все поставленный танец. Ну, видно, что вот это движение, это вот, ну, они так и делают, да они прям репетируют. На самом деле, как бы нет, потому что это была импровизация, просто это очень высокий уровень. То, что я видела, это было прекрасно. Танцоры демонстрировали великолепное владение своим телом, которому надо очень долго, тщательно учиться. Это глубокая работа над собой, над своим телом и над своим разумом, как ты воспринимаешь окружающее, как ты воспринимаешь самого себя со всеми своими достоинствами, со всеми своими недостатками. «Инту Мисси» — часть большого проекта. Он создаст танцевальные показы, пары в которую будут составлены из представителей враждующих государств, которые докажут, что искусство не имеет границ и способно помирить целые народы. На сегодня это все новости. Всего вам доброго. До свидания.